Добрый день! С вами снова я, Елена Ливенская. Значит, впереди вас ждет новая порция новостей из жизни Северокавказского Федерального Университета. Чем запомнились нам последние дни уходящего года и как встречать любимые праздники крупнейшего УС-региона? Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В СКФУ обсудили проблемы адаптации мигрантов. В Международный день мигранта, учрежденный ООН, здесь прошла масштабная международная конференция. Ее участниками стали отечественные ученые, а также их коллеги из Европы, Азии и Латинской Америки. В ходе пленарного заседания участники отметили, что для России и многих других стран вопрос интеграции мигрантов становится все более острым и актуальным. Поскольку это действительно одна из самых главных социально-экономических проблем. Миграция может создать проблему конфликта, а можно того же мигранта использовать в целях развития страны и территории. В ходе пленарного заседания и на секциях рассматривались внешняя и внутренняя миграционная политика стран, законодательные аспекты и языковая интеграция переселенцев, вызовы и риски, связанные с трудовой миграцией. Отдельная секция была посвящена формированию имиджа мигрантов в СМИ и блогосфере. Параллельно с конференцией в университете проходила международная школа-семинар молодых ученых на ту же тематику. В течение четырех дней для магистров и аспирантов, изучающих историю, географию, журналистику, геоинформатику и науки о земле, проходили лекции, семинары и мастер-классы. Вели их известные отечественные и зарубежные ученые и специалисты в области миграции. Молодежные школы вообще тоже очень важны, потому что они формируют, во-первых, мировоззрение человека, во-вторых, они закладывают какой-то вектор его интереса к жизни, изучаемым вопросам. Ну а то, что принимают участие в этой школе ведущие ученые, это вдвойне важно и актуально. Среди участников школы были не только российские молодые ученые, но и представители других стран. Школа мне очень нравится, мне, думаю, очень полезна многих встречал друзей. Мы уже познакомились вчера, работали вместе по разным темам, и я думаю, это полезная работа для нас. СКФУ проводит большую многогранную работу по адаптации переселенцев. Здесь учатся представители 86 национальностей из разных уголков страны, а также 600 иностранцев из 41 страны мира. Действует научная школа по проблемам миграции. К исследованиям в этом направлении активно привлекается молодежь. В СКФУ прошла школа добровольчества СКФО и традиционный слет волонтеров «Зимний Доброград». Университет принял в своих стенах свыше сотни ребят со всего юга России, а также гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана. Помимо студентов, в работе школы участвовали руководители общественных организаций, волонтерских отрядов, региональных министерств и комитетов по делам молодежи. Они рассказывали о самых ярких проектах и акциях, делились свежими идеями, обсуждали актуальные проблемы добровольчества. Для ребят прошли мастер-классы по 20 направлениям. Так здесь учили, как работать с детьми из группы риска, проводить экологические акции, профилактику экстремизма в молодежной среде. А на других площадках обучали игровым методикам и даже мульттерапии. Вели мастер-классы ведущие эксперты страны, в том числе представители СКФУ. Добровольческому движению вуза 16 лет. И здесь накоплен богатый опыт в этой области. Студенты СКФУ в очередной раз совершили доброе дело. Свыше сотни ребят приняли участие в традиционной акции «Молодой донор СКФУ». Как всегда, работы у медиков и волонтеров крупнейшего вуза региона было немало. На призыв о помощи откликнулись многие сотрудники и студенты СКФУ, в том числе первокурсники. Я учусь на первом курсе, у меня впервые такая возможность сдать кровь, помочь людям. Это так здорово, мне кажется, потому что сейчас Новый год скоро, и так хочется сделать доброе дело, хоть что-то. Многие ребята твердо решили стать постоянными участниками таких акций. А напоминанием об этом обещании станут значки, которые раздавали всем добровольцам. В преддверии Нового года СКФУ погрузился в праздничную атмосферу. Институты вуза устроили новогодние гуляния. Позабыв на время об учебе и экзаменах, студенты крупнейшего вуза региона дарили друг другу хорошее настроение, вместе радовались грядущему Новому году. Карнавальные костюмы, веселье и смех, танцы и конкурсы. Только здесь можно было увидеть пляшущую и поющую елку и прочие чудеса. А еще здесь каждый институт на своем подворье демонстрировал гостям праздника главные достижения за год и поздравлял с наступающим Новым годом. Гостей Деда Мороза и его помощников, они же члены жюри, здесь встречались стихами, шутками, прибаутками и песнями. Каждый институт старался перещеголять соседа, ярко и оригинально поздравить всех с наступающим. Атмосфера радости и веселья быстро передалась всем гостям праздника. Здесь очень классно, мне так нравится, весело, такая атмосфера приятная. И все рассказывают о своем институте, показывают, чем они славятся. Ну, очень здорово, мне нравится. Ну, мы весь год очень усиленно работали, развивались, и пришло время нам, наконец-таки, похвастаться, доказать наши достижения. Здесь же, на импровизированной сцене, творческие коллективы вуза и самодеятельные артисты радовали гостей праздника творчеством. Новогодние песни, загадки чередовались с зажигательными танцами. За всеми выступлениями внимательно наблюдали члены жюри. По их мнению, лучшие подворья и новогодние поздравления подготовили в этом году Институт нефти и газа СКФУ. Помимо этого, подарки и сувениры получили обладатели лучших маскарадных костюмов. После этого праздник переместился уже в концертный зал вуза. Здесь прошел финал конкурса «Творческий дебют». Таланты демонстрировали студенты первых курсов. Настоящую ловкость рук и завидное чувство юмора продемонстрировали начинающие фокусники. А изюминкой вечера стали выступления сборной КВН СКФУ на новогоднюю тематику и шуточные комментарии ведущего, бессменного лидера всех веселых и находчивых вуза Александра Шахназаряна. Следили за происходящим на сцене члены жюри во главе с ректором вуза Алиной Левицкой. По завершении праздника она вручила награды артистам и поздравила их с началом их творческого пути в вузе. Я поздравляю вас с прекрасным дебютом. Мы очень рады, что такие талантливые, искренние, настоящие, увлеченные пришли к нам в университет. Мы очень гордимся нашими талантами художественными, научными, спортивными. И я хотела бы пожелать вам, что, наверное, не каждый из вас пойдет по ступеням творческого роста, но, может быть, для кого-то шаги по нашей сцене станут первыми шагами в мир большого искусства. Не остались без подарков и зрители. На протяжении всего вечера они могли писать свои пожелания Деду Морозу. Некоторые из этих просьб ректор исполняла прямо во время концерта. Но, конечно, больше всего поздравлений в этот вечер получили те, кто выходил на сцену. Я безумно счастлива, что вообще попала на этот гала-концерт, прошла в этот тур. И просто мне сейчас переполняют все эмоции, потому что я очень рада, что здесь собылась хорошая публика, что меня слушали так. В общем, всем спасибо. В Эскайфу зажглись новые звездочки, за которыми теперь будет с удовольствием наблюдать большая и дружная студенческая семья крупнейшего вуза региона. Вот так ярко и красочно провожает год ЗМИ Северокавказский федеральный. Желаем вам незабываемых праздников. Увидимся в следующем году.